Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Создание 260 новых рабочих мест. Резиденты территории опережающего социального и экономического развития получат налоговые преференции. Наиболее существенные из них называют сокращение взносов во внебюджетные фонды почти в 4 раза на 10 лет. Программа Экономика. Аграриям выделили компенсации за плохое лето. 111 миллионов рублей получили представители сельскохозяйственной сферы в конце минувшего года. Деньги выделены из федерального бюджета и резервного фонда правительства России. По данным регионального Минсельхоза, прошлым летом из-за сырости и холода погибли посевы более чем в 100 хозяйствах. На компенсации им направят 50 миллионов рублей, в то время как в ноябре кировские власти вели речь о том, чтобы запросить у Москвы 100 миллионов. Кроме того, 22 миллиона с федбюджета пойдет на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам. Еще 39 миллионов на возмещение затрат при строительстве животноводческих помещений. Экономика. На 101 ФМ. Стартовала декларационная кампания 2018 года. Она продлится до 3 мая. Отчитаться о доходах по форме 3 НДФЛ до этого времени должны индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, а также те граждане, которые продали имущество, которым владели менее 5 лет. Это касается объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность после 1 января 2016 года или менее 3 лет для объектов, купленных до 1 января 2016 года. Кроме того, отчитаться должны люди, которые сдавали недвижимость в аренду, получали дорогие подарки и другие доходы, с которых не уплачен НДФЛ. Если не сдать декларацию вовремя, налогоплательщиков ждет штраф 5% суммы налога за каждый месяц задержки, не менее 1000 рублей и не более 30% суммы, указанной в декларации. Продолжение следует...